Да какая разница, миллиард, два миллиарда или три миллиарда? Вы можете представить американскую экономику как поезд, едущий вниз по рельсовой дороге, у которой нет конца. По дороге он подбирает пассажиров и багаж. И теперь на борту уже 330 миллионов человек. Хотя только в 1790-м было всего 4 миллиона. Наши фермы стали намного более продуктивными. Сейчас у нас 75 миллионов зданий, а тогда было несколько хижин. У нас есть великие университеты и прочие блага цивилизации. Как вы видите, с каждым годом пассажиров и багажа в поезде все больше. Но время от времени этот поезд сходит с рельс. В 2008 году мы наблюдали что-то похожее на пузырь на рынке жилья и недвижимости. 50 миллионов человек из 75 миллионов домовладельцев имели ипотечные задолженности. Когда пузырь лопнул, его лопнувшие волны задели всех этих людей с ипотеками. Страх распространился с большой скоростью всего лишь за один месяц, сентябрь 2008-го. Это было как цунами. Кого вы считаете ответственным за это? Знаете, трудно найти виновного во время таких пузырей. Все одинаково виноваты. Все одинаково попались в ловушку. Кто-то по глупости, кто-то из-за алчности, а кто-то из-за всего сразу. У всех была иллюзия того, что рост будет бесконечный. Ведь в нем участвовали компании с Уолл-стрит, активные кредиторы, а также и публика, огромная толпа народа. Это было даже весело, лично для меня. Для меня это выглядело как какая-нибудь золушка, ведь вся эта карета должна была превратиться в тыкву к полуночи. Вот только никто не хотел покидать карету до самого последнего момента, когда у дверей уже возникла давка. Какие уроки вы лично извлекли из 2008-го? На самом деле, ничему новому 2008-2009 годы меня не научили. Они только подчеркнули и подтвердили те вещи, в которые я всегда верил. Всегда нужен кто-то, кто скажет тебе, сделай все возможное. Правительство США должно было принимать правильные решения. Не идеальные, но правильные, начиная с сентября. И на самом деле работа, которую они сделали в попытках вернуть поезд на рельсы, фантастическая. Да, после этого поезду все равно требовался ремонт, но очень важно, что все действия правительства были оперативными. Нам очень повезло, что у нас были такие лидеры в то время. Если бы мы имели других вожаков, ожидающих подтверждения поступающей информации, разрешения для работы или прочее, все могло бы быть намного хуже. Люди говорят о призраке войны, но ведь есть также и призрак паники. И во время этой паники информация искажается, по большей части превращаясь в сплетни. Если ты начнешь ждать, чтобы узнать всю правду, может оказаться слишком поздно. Как выглядит экономика сегодня? Сегодня, спустя 10 лет, люди до сих пор ощущают на себе отпечатки того кризиса. Разные люди по-разному, но сегодня люди не такие эффективные, как в 2009 или в 2010 годах. Вернулась ли та уверенность в сегодня? Да, она постепенно возвращается. Я могу понять, почему люди, потерявшие свои дома или потерявшие свои работы, или с которыми случилось еще что-то плохое, думают, что кто-то там заработал на их страданиях, и что кто-то там должен отправиться в тюрьму. Это люди из больших финансовых учреждений и банков. Не уверен, что я имею право называть их имена. В любом случае, после кризиса они безумно разбогатели. Возможно, они опозорились в какой-то мере, но зато точно обогатились. Не думаю, что сегодня система намного улучшилась с тех пор, какой она была 10 лет назад. Каким может быть следующий кризис? Если бы я знал, каким следующий кризис будет, я наверняка бы имел шансы его остановить. Но это будет другой кризис. Нет никаких возможностей знать наверняка, когда ты находишься в ситуации свободного падения, как в 2008 или 2009. Где и как этот кризис закончится, никто не знает. Зато я знаю, что США все равно вернутся. Заводы не исчезнут, земля останется, люди не потеряют своих навыков. Но возможно, будет система, в которой все они могут оказаться без дела. Я не могу знать, как далеко это все может зайти. Все, что остается от кризисов, это воспоминания. Я имею в виду, что рельсы все еще здесь, и поезд все еще катится вниз по рельсовой дороге. Даже после таких потрясений, как в 2008. Существуют, а вот и еще одно из pickup Roadsа. Когдаarms имеют минимальное время, что войны и войны очищают yeuxную азирусы. Я тоже оказался в Cookie надпись элуч endeavor. Субтитры создавал DimaTorzok